Как я говорил, каждый из соперников в любой момент может нанести очень мощный, акцентированный, нокаутирующий удар. Ну, сейчас уже здесь удар больше в запале борьбы. Конечно, ненамеренно наносил сейчас этот пирог. Зная о ударной мощи Дмитрия Пирога, Асланберг Кадзоев перчатки плотно приживает к лицу, защищая голову. И при первой возможности атакует своего грозного противника. Чувствуется, конечно, большое напряжение. Нервное, прежде всего, напряжение в этом бою. Потому что велика цена победы. Естественно, каждый... Смотрите, вот смотрите, как навстречу. Прям навстречу, вразрез. На полу оказывается Кадзоев. Очень серьезный удар пропускает. Тяжелый удар. Ну, к чести Асланбека, надо сказать, он настоящий профессионал. И, конечно, не всякий боксер мог бы подняться после такого удара и тем более продолжить поединок. Ну, кстати, вот, может быть, специалистом бокса покажется несколько таким странным поведение Дмитрия Пирога. Почему? Потому что он не воспользовался тем положением, в котором оказался Асланбек. Так и обычно профессионал высокого класса, каким является Дмитрий Пирог, тут же бросается на противника. Ему достаточно несколько секунд, чтобы добить его. Ну, здесь Дмитрий сам сказал, что, говорит, я уже просто почувствовал после этого удара, нанесенного мною Асланбеку, что владею ситуацией и просто решил не форсировать события на ринге. Вот, смотрите, чуть-чуть пошел Асланбек вперед и прям пропустил встречный удар справа. Да, многочисленные любители бокса, я думаю, не разочарованы тем, как складывается этот поединок. Еще раз напомню, это два сильнейших на сегодняшний момент российских средневеса. Две надежды российского бокса. Второй нокдаун, смотрите, второй нокдаун. Но если не критическое это состояние для Асланбека, то весьма тревожное. Молодец Асланбек, смотрите, переходит в атаку, несмотря на пропущенные удары. Старается переломить, что-то сделать в этом бою. Молодец, мужественный боец. Ну уж очень хорош Дмитрий Перов. И хорош, смотрите, как он выглядит, как он держится хладнокровно на ринге. Полностью контролирует ситуацию. И вот сейчас опять встречный удар справа. Хорошо, что не акцентированный. Для Асланбека опять проводит Дмитрий Перов. Вот болельщики Перова говорят, не отпускай аудио. Смотрите, как он работает. Вроде удары наносят, кажется, легкие, но в любой момент он может прибавить акцента. Его кулак становится как каменный. Выдите, выйдите, выйдите. Вот так, разверну, выйдите. И вот причем тревожный знак для Акадзоева, что справа. Справа очень часто проводят Дмитрий удары. Не стояй, не стояй. Адмитрий. Удар! Ни в коем случае нельзя с пирогом застаиваться у канаток. Надо постоянно стараться выйти на центр ринга. Академия. Академия. Удар! Академия. Удар!